На прошлой неделе глава Дмитровского городского округа посетил социальные объекты территориального управления номер 7. В рабочей поездке его сопровождали заместитель Михаил Столбов, начальник территориального управления номер 7 Дмитрий Титов и другие руководители подразделения администрации. Первыми точками осмотра стали Центры зимних видов спорта и школы в микрорайоне Внуковский города Дмитрово. Глава в первую очередь обращал внимание на решение вопросов, которые были подняты в ходе предыдущего объезда и записаны в протокол. Проблемы постепенно решаются, но работы предстоит еще много. Население этого микрорайона волнует ремонт дорог, обновление детской площадки, перенос хоккейной коробки. В этом году при поддержке главы округа была решена проблема детского сада в селе Внуково. Дошкольное учреждение распахнуло свои двери в начале этого учебного года после ремонта и оснащения его газовым оборудованием. Илья Поначевный осмотрел учреждение, где работает одна разновозрастная группа, и территорию, прилегающую к нему. Далее глава направился в село Орудьево. Здесь он побывал на территории врачебной амбулатории и в детском саду номер 86 «Звездочка». В поселке Рыбное он также осмотрел общеобразовательную школу, детский сад номер 79 «Рыбка» и школу искусства. В школе для него провели небольшую экскурсию по музею. В учреждениях сферы образования достижений немало, и это радует. Однако остаются нерешенными проблемы, связанные с инженерной инфраструктурой, с передачей в муниципальную собственность социальных объектов, например, школы искусства. И над этим администрации округа предстоит серьезно поработать. Об этом и о многом другом шел разговор на встрече с жителями в сельском доме культуры поселка Буденовец. Диалог получился конструктивным, поскольку большая часть из 28 вопросов, внесенных в протокол на прошлой встрече, была решена. В основном это мелкие проблемы, касающиеся ремонта дорог и тротуаров, установки уличного освещения, дорожных знаков, вывоза мусора и другие. По тем проблемам, которые не были решены, глава дал обстоятельные комментарии и обозначил сроки исполнения. Например, по вопросу модернизации газораспределительного пункта в Якоте в 2020 году, от которой зависит газификация не только этого населенного пункта, но и поселка Буденовец. Решение проблемы транспортного сообщения удовлетворило не всех жителей. Поэтому глава предложил руководителю автотранспортной колонны запустить в недельном тестовом режиме автобус с целью мониторинга ситуации. Еще один злободневный вопрос, который волнует жителей Кунисниково, Бородино и Внуково – это строительство региональной автотрассы. Люди опасаются близости своего жилья к дороге и просят сделать перетрассировку. Глава округа пообещал, что будет контролировать ситуацию и не допустит ущемления прав населения. По просьбе жителей территориального управления номер 7 в поселке Рыбное была установлена детская площадка. Люди поблагодарили главу за содействие, но попросили добавить к ней демонтированные игровые элементы. Тема вывоза мусора и начисления за него, как и на всех других встречах, была самой обсуждаемой. Несмотря на подробные разъяснения со стороны главы, граждане не понимают, почему их вынудили платить за мусор трижды – с дома или квартиры, с дачного участка, из гаража. В целом, встреча прошла на позитивном уровне. Глава отметил работу руководителя территориального управления Дмитрия Титова. Многие жители подходили к Илье по-начебному уже после собрания в частном порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова